Финал Кубка Ивантеевки, посвященный 78-летию Великой Победы, стал завершающим этапом зимних игр по футболу. На поле встретились две Ивантеевские команды – чемпион Лиги команда СССР против команды ЛФК Ивин. Победителем Кубка стала команда СССР, выиграв у соперника победу в серии пенальти. Третье место в Кубке заняла команда КЭП, обыграв команду Форза ВМФ. Чемпионами зимнего сезона Ивантеевской лиги дворового футбола стала также команда СССР. Второе место у команды КАП, третье – у команды Фактори. По итогам игр все участники получили грамоты и медали. Зимний чемпион такой трудный, потому что погода, снег. Это сейчас уже все растаяло, хорошо играется. Команда показывает комбинационный футбол, а зимой это сложно. Понятно, что снег. Новый период будет интересный, потому что сейчас у нас меняется руководство лиги. Будут новые руководители. И мы реально смотрим на это как с таким развитием, что новые руководители будут еще больше развивать лигу, приносить какие-то новые идеи. И я уверен, что они сделают ее еще круче и интереснее, чем сейчас. Больших успехов всем, бороться за медали, всегда оставаться здоровым, и чтобы спорт поддерживал как раз здоровый образ жизни. Летние игры Ивантеевской лиги дворового футбола начнутся 13 мая. Основной площадкой встреч станет спортивное поле гимназии номер 3 в Ивантеевке. Юлия Постриганева, Сергей Денисов, Мария Головачева, Анна Белова. Новости Большого округа.